Этот лай спасателям говорит о многом. Среди нескольких деревянных ящиков пес отыскал именно тот, в котором по задумке кинологов находится труп, имитирует специфический запах ароматизатор. Ученый питомец свое расследование вел меньше минуты. В награду за стопроцентный результат получил подарок мяч. Следующий в очереди для выхода на импровизированную сцену Тор, один из самых опытных псов. Ему уже пять лет. Свою хозяйку и коллегу в одном лице Тор слушает беспрекословно. Однако сегодня позволил себе некоторые шалости. После показательного выступления вдоволь набегался. Свобода манит, вокруг дети, со всеми хочется познакомиться. Милые такие, хорошие. Теплые такие. А не боялась, что укусит? Нет. Сначала боялся, потом почеснул, что они не кусаются. Собаки действительно не кусаются. Так воспитаны, да и добрые от природы. Именно таких принимают на службу в МЧС. В отличие от псов-полицейских, эти призваны не ловить преступников, а спасать людей. Пол и порода абсолютно не важны, уверяют кинологи. Всего на службе в МЧС Хакасии сегодня состоит пять собак. Очень прикольно. Интересно. Посмотри, как работает МЧС вместе со своими собаками. Я давно хотел посмотреть на собак, на таких. Ну, мне тоже понравилось сильно. А вам что особенно понравилось? Когда собака вправо или влево бегала. Служат в МЧС сегодня и лошади. Кони, в отличие от барбосов, несут несколько иную миссию. Доставляют спасателей в труднодоступные места, например, в горы. Оттуда на носилках вывозят пострадавших. Мы проводим вот такие выездные мероприятия, показываем нашу работу и говорим им о том, что, ребят, надо себя беречь в быту, надо относиться правильно к тем вопросам, которые связаны с общежитием, и надо беречь себя в тех местах отдыха, где они проводят время. И более того, спасатели уверены, такие встречи могут послужить для школьников стимулом для дальнейшего поступления в профильные вузы МЧС. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. МЧС. 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 МЧС.